Дом Булата Назарбаева в селе Шамалган под усиленной охраной с самого раннего утра. На месте – полицейские и люди в штатском. Они внимательно следят за прибывающими. Съемочную группу «Азатыка» не пропустили во двор дома, сославшись на приказ службы охраны президента. Пришедшие на заупокойную молитву разделились на три группы. Больше десятка человек стояли у тела покойного. На расстоянии – другая группа. Большая часть пришедших была на улице, за воротами дома. Жан-Аза заупокойная молитва завершилась до полудня. По словам сельчан, младшего брата бывшего президента похоронили на родовом кладбище Назарбаевых. Кто из представителей властей приехал на прощание с Булатом Назарбаевым, неизвестно. Те, кто был на похоронах, говорят, что видели экс-президента. Премьер-министр. Премьер-министр. Премьер-министр Алихан Смайлов кез му? Майлов, я. Участвовавшие в похоронах назывались родственниками и сородичами Булата Назарбаева. О том, что в обществе говорят, что Булат Назарбаев разбогател благодаря старшему брату и занимался рейдерством, они слышали. И имеют свою точку зрения. Казахстанские СМИ написали, что на похороны приехал премьер-министр Алихан Смаилов, бывший Аким Алматинской области Амандык Баталов, бывший советник Назарбаева Ирмухамед Иртыспаев и бывший глава антикоррупционной службы Алик Шпикпаев. Булат Назарбаев родной младший брат Нурсултана Назарбаева, правившего страной почти 30 лет и ушедшего в отставку в 2019 году. Булат Назарбаев умер в Алматинской больнице 13 ноября на 71 году жизни. Приемник Назарбаева, нынешний президент Касмжомар Тукаев, выразил соболезнование Назарбаеву. На похороны не приехал.